В этом выпуске речь пойдет о том, как судили Евгения Ройзмана и о судьбе города Бахмут. В этом выпуске речь пойдет о том, как судили Евгения Ройзмана и о судьбе города Бахмут. Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе. Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживать, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры. Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман, живущими интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны. Многие восхищаются поступком певицы. Михаил Ходорковский. Алла Борисовна остается редким разумным голосом среди известных людей ее величины. Алексей Беляков. Прожить жизнь огромную, бурную, разводиться, крутить романы, насмехаться над всеми, пить и скандалить, быть невыносимой и вздорной, быть недосягаемой и очень капризной. И на склоне лет прийти к вещам самым простым и живым, настоящим. И тем, что повлекут за собой еще брызги ненависти от морщинистых гномов во Френче. Она это знает. Могла бы тихо сидеть у теплого моря, но она не молчит. В поддержку Ройзмана выступили также музыканты Андрей Макаревич и Юрий Шевчук, вдова бывшего президента Наина Ельцина и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это производит впечатление, говорит журналистка Даша Нетвишко на канале РСВРТ с Антоном Рубиным. И мне кажется, что все вот эти имена очень важные, такие кросс-культурные и кросс-групповые. Ведь Алла Пугачева, она важна как для тебя, так, вероятно, и для обвинителя, так, вероятно, и для судьи в суде Екатеринбурга. То есть это знаковая величина. И если ты вспомнишь, то последнее слово Евгения Ройзмана, оно состояло в основном, большая его часть, 90%, состояло из благодарности. Он методично зачитывал, не зачитывал, а говорил, между прочим, по памяти, чистую сердце, благодарности людям, называя имена, фамилии. Называя имена, фамилии Дмитрия Быкова, Аллы Пугачевой, Муратова того же самого и так далее, и так далее. И еще, знаете, меня не покидает мысль со вчерашнего дня, что если бы совершенно все эти люди вступались с таким рвением не только за уважаемого мной Евгения Ройзмана, но и, например, за Гориного, может быть, и у него срок бы был не такой большой. Заступничество достойны не только политические актиристы, а Евгений Ройзман, возможно, и вовсе его не достоин, считает блогер Геннадий Рож. Не понимаю, тут Алла Борисовна Пугачева написала письмо в защиту Ройзмана. Когда тысячи российских и не только геев, ее поклонников, на которых Алла Борисовна зарабатывала десятилетиями, били и убивали, она молчала. А тут садиста, гомофоба, графомана и наркофоба с православием головного мозга оштрафовали на 3,5 тысячи долларов. И она написала целое письмо в его защиту. Не понимаю. На самом деле здесь все понятно. У Ройзмана и Пугачевой много общего, говорит директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на канале «Утро февраля». Мы все в списках на арест, кроме двух человек. Ройзмана и Алла Пугачевой. Вот это люди, это народ. Не какие-нибудь там умники или борцы, или носители какой-то идеи, какого-то светлого будущего России, несветлого будущего России. А они и есть народ. Пугачевой и Ройзман. Они и есть народ. Символ народа. Все их знают. Все их любят. И трактористы, и прокуроры, и артисты, и учителя, и депутаты. И они действительно пользуются народной любовью, потому что, ну вот, кто такая Алла Пугачева? Да это мы все. Мы все женщины. Мы все женщины. Она наша. Она от нас. Кем бы мы ни были, она от нас. А кто такой Ройзман? Это парень с Урала. Настоящий с Урала. Есть сердце. И он и есть сердце. Всем помогает. Они поэтому так и объединились-то в общем. Пугачева поддерживает Ройзмана. И все мы это видим. Поэтому посадить Ройзмана, это не посадить Навального. Это другое. У Навального есть сторонники, есть противники, есть фан-клуб. Есть клуб, который пишет, что Навальный, я не знаю, там, Кривлевский агент. Или что-нибудь еще в каких-то гадости. А про Ройзмана невозможно. Невозможно. Вот там кто-то предпоминает, ему там были очень давние времена с наркоклиникой. Но, во-первых, уже давно по этому поводу за слово в карман не лезет. Во-вторых, это было так давно и ушло за другой совершенно повесткой. И сейчас ему это предъявляют, ну, как-то странно. Народные герои. Обычные, типичные народные герои. Обвинение запросило для бывшего мэра Екатеринбурга штраф в размере 260 тысяч рублей. И суд этот штраф подтвердил. Многие пишут, что этот приговор выглядит необычно мягким. Сталин ГУЛАГ. По нынешним временам назначение штрафа ни за что воспринимается как оправдательный приговор. А мог бы честно сказать, Ройзман хороший человек, его не за что сажать. Люди нас не поймут, но я прокурор и позориться обязан. Что-то придумаю. С учетом популярности бывшего народного мэра, трудно было представить себе иной финал, говорит писатель Дмитрий Быков на канале Фодорковский лайв. Ройзмана трогать нельзя, потому что Ройзман это целая институция. Это человек, который проблемы екатеринбуржцев всех решает, включая нерешаемые. Надо собрать несобираемую сумму на ребенка. Ну невозможную он собирает. Надо устроить на работу человека, вышедшего из тюрьмы и никем абсолютно незащищаемого, никем не спасаемого. Надо, спасает. Надо найти квартиру для семьи беженцев. Находит. Ройзман решает все проблемы. И не потому, что у него какие-то гиперсвязи в правительстве или криминальные возможности. Это же все проблемы решаемые, на самом деле. Понимаете, все поправим, кроме смерти. Но в России некому это решать, потому что огромная чиновная армия, она тормозит решение любой проблемы, работая только на одну цель, чтобы жить стало хуже. А Ройзман это институт, работающий на то, чтобы жить стало лучше. Он делает то, что могли бы делать все. Каждый имеет право быть Ройзманом. Ну а для этого надо прилагать силы и, кроме того, обладать таким определенным азартом. Все говорят, нельзя, я сделаю. И он делает. Многие комментаторы уверены, что власти побоялись сажать Ройзмана за решетку. Эльвира Вихарева. Кто-то говорил или я придумала, что Ройзман – это антей, которого нельзя победить, не оторвав от его родной земли. А оторвать у них не получилось. Он от своего города, от его жителей получает силу. И против этой силы они пойти не решились. Фёдор Крашененников. Торжество гуманизма по нынешним временам. Я так понимаю, под давлением местных элит. Москва согласилась не обострять. А может, за Ройзмана заступился кто-то, к кому в Кремле до сих пор прислушиваются? Говорит бизнесмен Евгений Чичваркин на канале Федороковский лайв. Я думаю, что, наверное, кто-то за него попросил из, может быть, старых друзей. А всё-таки устои на Урале отличаются от столичных. О том, кто именно это мог быть, рассуждает Бажена Рынска. Вы, наверное, удивлены столь мягкому приговору в такие людоедские времена. Так вот, дело тут в поручительстве Наины Иосифовны. А стоят за этим Таня Валя. Это не первый раз, когда им удаётся отбить человека. Пусть и Райд не удалось. Так или иначе, власти наверняка осознали, что откусили слишком крупный кусок, которым можно и подавиться, пишет Кирилл Шулика. На самом деле, инициаторы дела против Евгения Ройзмана должны были уже сто раз пожалеть, что всё затеяли. Я читаю, что написала Пугачёва, и это важные слова. Вполне системные. Не про Украину, не про то, что надо кого-то отдать под трибунал, осудить, заклеймить и прочее. Это совсем о другом. Вполне системное, если можно так сказать, обращение. Ни общественного активиста, ни эмигранта, а человека, который просто остаётся человеком, не скатываясь в демшизу. И именно это может сколыхнуть тот самый пласт, для которых обе стороны мейнстрима радикальны. А может, Ройзман для чиновников просто остаётся своим, и они не хотят демонстрировать расколы вверха, говорит Алексей Венедиктов на канале Живой Глость. Мне впрямую говорили люди, с которыми я до решения оконтачил здесь, в Москве. Они говорили, ну ты разницу между Ройзманом и Крамурзой понимаешь? Я говорю, нет. Они говорят, ну как? Значит, этот Вражина, закон Магницкого, английский подданный, враг-враг-враг. А Ройзман, ну, политический противник, мужик. В России уральский мэр третьего столицы, третьего города. В России был успешный, популярный. Я думаю, что это тоже повлияло, потому что мы знаем, что позиция Кремля, никаких там уличных волнений, никаких демонстраций, ничего вот этого, да? И, конечно, если бы Ройзмана там закатали, вполне возможно, что нашлись бы в Екатеринбурге люди, особенно в Екатеринбурге. Сейчас нельзя повторять историю с фургалом для Кремля. Сейчас мобилизация. Сейчас нельзя показывать, что в обществе раскол. От щепенца, да, раскола нет. Может быть, это сыграло свою роль. Ну, если вот анализировать, что сыграло свою роль. Еще один громкий приговор минувшей недели. Активист Михаил Кригер приговорил к семи годам колонии за два антивоенных поста в Фейсбуке. Многие публикуют у себя на страницах последние слова Михаила. Цитату из него приводит оппозиционный политик Дмитрий Будков. Михаилу Кригеру свободу. Он сказал то, о чем многие думают. Я уверен, что наш диктатор также заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала. Такой же лживый тиран, присвоивший себе ничем не ограниченную власть. Такими же руками по локоть в крови. Адвокат Кригера Михаил Бирюков в интервью каналу «Активатика» сказал, что намерен опротестовать приговор. В клетке суда Кригер спел песню «Червона колына». О том, к чему свелся антивоенный протест в России на сегодняшний день, с горящей пишет активист Алексей Сакирко. Когда Мишу ввели в зал, все аплодировали. Я вместе со всеми. Но почему-то от этого грустно. Миша – звезда. Эти аплодисменты – единственная разрешенная форма поддержки. Любая другая форма приводит к тому, что тебя выгоняют или вообще всех выгонят. Поэтому слушатели сами же себя дисциплинируют. Именно от этого самоограничения мне грустно. Крестный путь Кригера только начинается. Зло творится на наших глазах. Нам нельзя говорить, что Россия ведет агрессивную войну. Но нам пока разрешено аплодировать нашим героям. Это наши маленькие шажочки в сторону правды. Спасибо Кригеру, что через него мы можем как-то слабенько противостоять нашему фашизму. Кригер на судебном заседании поет украинские песни. А мы аплодируем. У нас впереди длинный путь. Пессимистично смотрит на вещи журналистка Кристина Астафурова. Михаил Кригер, поющий из клетки в суде, червону колыну, герой России. Той России, которой нет. Не было никогда и не будет. С вами Аля Пономарева и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. «Гуманитарный коридор» – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах. Вы слушаете «Цитаты свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Суббота 20 мая Евгений Пригожин заявил, что его части взяли бахмут. 20 мая 2023 года. 20.05.20.23. Сегодня по полудню в 12 часов полностью был взят бахмут. 224 дня длилась операция по взятию бахмута. Бахмутская мясорубка. Началась 8 октября 2022 года. Для того, чтобы дать возможность потрёпанной российской армии прийти в себя. С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Мы провоевали 427 дней с 19 марта прошлого года, тогда, когда родине стала нужна наша помощь. Вскоре о взятии бахмута написала именно барона России. В ночь субботы на воскресенье прислужба Путина сообщила, что он поздравил вагнеровцев и российских военных с освобождением Артёмовска. Именно так старым советским названием предпочитают называть бахмут в России. По словам украинских политиков и военных, бои в городе ещё идут. Но заэт-патриоты уже ликуют. Маргарита Симоньян. Артёмовск наш. Спасибо всем причастным. Родненькие. Владислав Шурыгин. Безусловно, 225-дневный штурм города-крепости Бахмут стал беспрецедентным примером героизма ЧВК «Вагнер» и блестящей демонстрацией того, как люди, далёкие от военного дела, смогли создать сплочённый железной дисциплиной отлично обученный штурмовой корпус, который оттянул на себя резервы ВСУ, собранные для зимнего наступления, приковал их к Бахмуту и перемолол в страшной мясорубке, сделал слово «Бахмут» навсегда символом кровавого ужаса и поражения Украины, как когда-то Сталинград стал таким символом для гитлеровцев. Сравнение Бахмута со Сталинградом перепостили многие российские телеграм-каналы. Но большинство блогеров значение этого так называемого «освобождения города» кажется сомнительным. С украинской стороны часто звучит, что город не сдавали только для того, чтобы вагнеровцы продолжали бросать на его штурм всё новые силы, обречённые на разгром. Об этом говорит на своём канале Иван Яковина. Для российского телевидения, для российских экспертов Бахмут стал чуть ли не битвой за Берлин, или за Сталинград, или Курская дуга. Но это что-то такое, что они ни в коем случае не могут проиграть, могут только выиграть, только победить. Поэтому сейчас для того, чтобы остановить наступление украинской армии в Бахмут, россияне отправляют всё новые и новые и новые резервы. Причём эти резервы они снимают с юга Запорожской области, с юга Донецкой области, с севера Луганской области. То есть из всех тех районов, где совсем недавно они собирались во всеоружии встретить украинскую армию. Да, но они понимают, что если они так и дальше там будут сидеть в своих окопах, то Украина прорвётся, вырвётся вперёд в Бахмуте и вернёт себе контроль над этим городом. Для России это абсолютно неприемлемо. Россия готова уложить хоть миллион людей, но лишь бы Бахмут ни в коем случае не вернулся под украинский контроль. Поэтому сейчас происходит такая интересная ситуация. Украинская армия наступает не сильно, не быстро. И для украинской армии нет задачи, как, так сказать, поскорее захватить Бахмут. Нет, для украинской армии есть другая задача – уничтожить как можно больше российских войск в процессе, да? Масштаб этого завоевания совершенно не соответствует амбициям, которые заявляла российская пропаганда, иронизирует Андрей Десницкий. Говорили, Берлин возьмут за три дня, Лондон за неделю и Вашингтон за две. Но решили, что лучше Бахмут за полгода. Что-то очень там есть нужное в этом Бахмуте. Но поскольку оно еще и секретное, нам не говорят, что. Бахмут стал образом всей этой бессмысленной войны, пишет кинопродюсер Александр Роднянский. За 224 дня ценой немыслимых усилий и невероятных человеческих жертв российская армия сумела полностью уничтожить мирный украинский город с населением меньше 70 тысяч человек. Для сравнения, битва за стратегически важный Сталинград в 1942-43 годах продолжалась 220 дней. Российская пропаганда теперь громко говорит о взятии Бахмута как о невероятной победе, сравнивая ее с военными успехами во Второй мировой войне. Вот где, кстати, издевательство над своей историей. Сравнивать победы армии, защищавшей родину от агрессора, с разрушением мирных городов в ходе собственной агрессии, это и есть пресловутая фальсификация истории. Чем сражение за Бахмут – непронзительный образ всей этой войны? Бессмысленные и бесчисленные жертвы, принесенные российским режимом на алтарь фейковой и никому не нужной «победы» в кавычках. Победы, существующие исключительно на телевизионных экранах. «После многих месяцев боев город полностью разрушен». Об этом сказал и Владимир Зеленский в интервью западным журналистам. Цитата. «Там ничего нет. Они все разрушили. Там нет зданий. Это трагедия. Но на сегодня Бахмут остался только в наших сердцах». Конец цитаты. Это придаёт дополнительное значение заявления пропагандистов, пишет украинский блогер Алексей Копытько. Интересно, как поменялась российская риторика. Наряду со словами «освобождение» всё чаще звучат фразы типа «мы захватили, обеспечили контроль» и так далее. Захватническая война в чистом виде. В сети полно визуальных материалов. Освобождение путём тотального уничтожения коробит даже рост граждан. Положили десятки тысяч людей. Ради чего? Защищать там некого. Защищённые там жить не смогут. Как не пытается Кремль пропаганда раздуть постановки с дождавшимися Россию. О том, что стратегического значения взятия Бахмута не имеет, говорил и сам Пригожин. Напоминает политолог Илья Шаблинский на канале Игоря Ногрэм. Какое это имеет значение? Ну, судя по тому, что говорил Пригожин и все прочие, все буквально военные аналитики, никакого. Стратегического военного значения символически, да, имеет, потому что за этот небольшой городок населением... Сколько там было? Около 50 тысяч. 70 тысяч было население до войны. В лучшие годы. Да. Шли бои более полугода. И, собственно, вся битва за Донбасс для вооружённых сил России свелась к продвижению от Солидара до Артёмовска. Вот вся битва за Донбасс к этому и свелась. До Бахмута. Да, да, до Бахмута, да. И сейчас, пожалуй, более интересная тема, какие сохраняются у Пригожина отношения с другими представителями ЗПС и с Министерством обороны. Но мы видим, что Путин, главный покровитель Пригожина, признал его успех. И это можно считать главным и единственным успехом российской военной группировки за последние четыре месяца. Успех, который не ведёт ни к каким стратегическим последствиям. Потому что дали всё тут же укрепрайон. И преодолеть расстояние до Краматорска и Славянска столь же сложно, как и раньше. Это имеет, да, я так понимаю, занятие вот этой территории имеет лично для Пригожина и для руководства Минобороны важное символическое значение. Но вот этим и ограничимся сейчас. Эти слова подтверждает Игорь Геркин. «Битва за Бахмут с нашей стороны имела всего два основания. Первое. РФ необходима была за зимне-весеннюю кампанию хоть какая-нибудь победа. Второе. Все силы и средства были брошены именно под Бахмут, чтобы, не дай бог, повар Пригожин не прогадил намечаемую ему в ближайшем будущем большую патриотическую политическую карьеру. Ради этого никаких потоков крови не жалко, ибо его бизнес – смерть, и бизнес идёт хорошо». По словам украинских политиков и военных, в Бахмуте ещё остались бойцы ВСУ. Наверняка они вскоре покинут город, но только для того, чтобы потом окружить его снова, пишет Альфред Кох. «Пригожин прав, когда говорит, что он взял Бахмут. Это хорошо видно на картах, и спорить тут не о чем. Но правы и украинские военные, когда говорят, что они постепенно окружают город. И это тоже хорошо видно по картам. Сейчас они уже практически сгладили выступы к северу и югу от Бахмута. И если всё будет идти как идёт, то скоро действительно окружат Бахмут». Это косвенно подтверждает и сам Пригожин, который после победной реляции поспешил сообщить Граду и Миру, что 25 мая ЧВК «Вагнер» уйдёт из Бахмута, и её место займут регулярные части армии России. То есть он понимает, что у тех, кто будет стоять в Бахмуте ближайшие несколько недель, есть серьёзный риск оказаться в окружении. И он не хочет, чтобы это были его бойцы. Вполне возможно, что российское министерство обороны может воспользоваться ситуацией не в пользу Пригожина, рассуждает военный эксперт Ян Матвеев на канале «Популярная политика». Окончательное завершение битвы за Бахмут опасно для Пригожина. Его явно пытаются слить свои же, а он всё такой же дерзкий. Вот только пока его вагнеровцы штурмовали город, он был необходим. А дальше уже не особо нужен. Думаю, поэтому и появляются вбросы вроде вот такого. На этой неделе кто-то рассказал журналистам «Вашингон-Пост» такую идею, будто Пригожин пытался договориться с главой украинской разведки Будановым о вот таких условиях. Он предоставляет Буданову данных о слабых местах на фронте российской армии, а ВСУ выводят войска из Бахмута. Ну понятно, что все всё отрицают, ну и вообще слух такой мало похожий на правду. Но надо не забывать два момента. Во-первых, контакты у Пригожина с украинской стороной точно были, ведь они обменивали пленных, вагнеровцы и украинские войска. А во-вторых, правда всё это или нет, будут оценивать не военные аналитики, а счастливый дедушка в Кремле. И есть ненулевая вероятность, что дедушка сочтёт своего бывшего повара предателем. Тем более, что врагов у Пригожина в Кремле достаточно, они тоже что-нибудь обязательно нашепчут Путину. В глазах патриотов Путин в истории с Бахмутом тоже выглядит не лучшим образом, пишет политолог Кирилл Рогов. У Бахмутского сражения было ещё одно неожиданное и интересное последствие. Оно раскололо российскую партию войны на два лагеря, условно говоря, фанатов войны и военных бюрократов. Усилиями Пригожина, но не только его. Поддерживая Пригожина, обещавшего победно взять Бахмут с помощью армии уголовников, Путин имел в виду унизить армейское руководство Шойгу и Герасимова, не способное принести ему победу в Украине на блюдечке. Однако неспособность Пригожина взять Бахмут превратила эту изящную конструкцию публичного унижения в публичный конфликт. При этом с точки зрения фанатов войны, военных блогеров и их аудитории, сам Путин на фоне страстных и отчаянных ископат Пригожина всё более выглядел покровителем партии военного безволия, тем самым дедушкой. Пока Кремль добывал Бахмут руками вагнеровцев, Украина копила силы для контрнаступления, говорит на своём канале Майкл Наки. Мы помним примерно то же самое прошлым летом в Северодонецке, когда Украина броняла этот город для того, чтобы выиграть время для подвоза западных хаймарсов и джималересов, которые впоследствии сыграли одну из важнейших ролей в украинском контрнаступлении, выкосив российские склады. И когда эти хаймарсы прибыли в Украину, тогда украинские войска отошли из Северодонецка и из Лисичанска сразу, понимая, что оборона этих городов потребует очень большое количество усилий. И затем провели несколько успешных контрнаступательных операций, в том числе в Харьковской области. Здесь ситуация похожая. Дело в том, что Украине нужно было дождаться того, чтобы большое количество западной техники приехало на её территорию, были сформированы механизированные бригады, и именно они потом пошли в контрнаступление. В общем, Украина выигрывала время. И выиграла она его довольно много. Потому что если бы они отдали Бахмут раньше, тогда российская армия чувствовала бы себя вольготнее и могла бы тогда предпринимать попытки новых наступлений по новым направлениям, тем самым ограничивая возможности Украины для того, чтобы сосредоточиться на контрнаступательных действиях. Пропагандистское сравнение Бахмута со Сталинградом возможно очень точное, но не в том смысле, который имели в виду пропагандисты, пишет Остап Кармодин. В 1942-м немцы, как россияне сегодня, очень настойчиво, не считаясь ни с какими потерями, пытались захватить Сталинград. И, потратив несколько месяцев, к ноябрю фактически добились своего. Немецкая армия захватила 90% города и вышла к Волге. Даже чуть раньше, чем немецкие части достигли Волги, Гитлер произнёс сталинградскую речь, в которой буквально заявил «Сталинград наш». «Вы находитесь здесь». Через 11 дней после этой речи началось советское контрнаступление, в результате которого захватившую город немецкую группировку окружили и частично уничтожили, а частично взяли в плен. Это о невзятии Сталинграда немцами и было настоящим итогом Сталинградской битвы. И это ещё впереди». Тем временем Владимир Зеленский на саммите Большой Семёрки заручился поддержкой мировых лидеров, отмечает журналистка Фарида Курбангалеева. «Цивилизованный мир» готовится к прорыву в этой войне. Не зря Макрон назвал личное участие в саммите Зеленского переломным моментом. Во-первых, мировые лидеры договорились предоставить Украине истребители F-16. Во-вторых, на сторону Украины начинают склоняться страны, которые до этого занимали нейтральную позицию или вяло поддерживали Россию. Индия и государство арабского мира. Это происходит не случайно. Просто страны и люди любят поддерживать победителей. Так было и во время Второй мировой, когда всё больше государств постепенно вступало в антигитлеровскую коалицию. То есть Зеленский принял участие в планетарной важности мероприятия. А Путин радуется, что взяли Бахмут. Это всё, что нужно знать о месте России в современном мире. С вами была Аля Пономарёва и цитата «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин